В клинике Турецкой Анталии от коронавируса лечат казахстанских туристов. Терапию сейчас получают четверо наших граждан, двое из них дети. Еще одного отдыхающего закрыли на карантин прямо в номере отеля. По данным фонда туристы Комкор, жизнью наших соотечественников ничего не угрожает. Пассажиров борта из Алматы начали проверять после того, как у одного из них заподозрили пневмонию нового типа. Алтын Мендыбаева поговорила с первыми, кто после карантина отправился на курорты. Первые международные рейсы отправили некоторых казахстанцев на больничную койку. В Турции отдыхает уже больше 400 наших. У пятерых из них обнаружили коронавирус. В Анталию они прилетели чуть больше недели назад. Через несколько дней после приземления воздушного судна турецкие медики решили проверить пассажиров. Все сдали ПЦР-тест. Они прибыли туда, являясь уже носителями коронавируса. Там в основном, кстати, летели турки, возвращались к себе в страну. Мы думали, что речь идет о том, где именно летел вот этот турок, у которого положительный ковид оказался в конце концов. А на самом деле это просто они в целых профилактики, чтобы убедиться, первый рейс стоит ли открывать границы. Аматинские туроператоры уверяют, что круглосуточно на связи с клиентами. Те, у кого коронавирус не подтвердился, наслаждаются отдыхом. 106 туристов находятся в Турции, в Анталии. Все прекрасно отдыхают. И двое туристов у нас тоже находятся в Анталии. Значит, один находится в больнице, второй находится на изоляции в отеле. В обязательное страхование туриста включены все лечение. Обратный билет ей будет приобретаться также страховой компанией. Болжан Белялова в числе первых казахстанцев, которые отправились в Анталию после карантина. В Алматы она вернулась накануне. Прозразившуюся коронавирусом землячку знает. В курортный город 16 сотрудниц туристических агентств полетели в Инфото для того, чтобы оценить новшества турецкого сервиса в условиях пандемии. Сообщили, что на нашем рейсе обнаружили человека, у кого ковид. И всех, кто сидел рядом с этим человеком, попросили сдать анализ на ковид. Она до сих пор находится в госпитале в Анталии. Все лечение предоставляется за счет страховой компании. Самое главное, что у нее не было никаких симптомов. Сейчас с ней все хорошо. Некоторые туристы сейчас требуют вернуть им деньги за испорченный отдых. Они находились в одном отеле с алматинцами. Четыре дня мы были в заточении, можно сказать. Нас никуда не выпускали, у нас не было ни вай-фая. Мне приходилось выходить на улицу для того, чтобы связаться с внешним миром, чтобы связаться со своим консулом, с оператором. У нас не было горячей воды. Получат ли туристы деньги за время, которое, по их словам, они провели в заточении, пока неизвестно. Сейчас они ведут переговоры с туроператорами.